Борьбе с оплатой международной террористической деятельности посвящена встреча в Брюсселе министров экономики и финансов 28 стран Евросоюза. Пока у их властей есть возможность замораживания банковских счетов, лиц, причастных к терроризму. Представитель Франции предложил распространить эту меру и на другие активы. «Я имею в виду, в частности, движимое и недвижимое имущество, автомобили, квартиры и даже социальное пособие радикализованных лиц», сказал министр Мишель Сапен. «Всё это может идти на финансирование в конкретных странах Европы террористической деятельности этих лиц». Министры договорились усилить наблюдение за переводами в банки, которыми может пользоваться так называемое «Исламское государство». Но глава Европейского центра стратегической разведки советует не охотиться за мелкими счетами. «Боюсь, мы теряем много времени, энергии и денег на борьбу с чем-то, что нельзя победить таким образом. А это не только терроризм, но и наркоторговля, контрабанда живым товаром, другие формы организованной преступности. Пока нам не удалось подорвать их финансовую основу», — сказал Клод Манеке. «Хотя эти дебаты важны, нам не нужно ими увлекаться, поскольку они не принесут ощутимого результата». По мнению этого бывшего разведчика, в первую очередь следует перекрыть источники доходов исламского государства в целом. По оценкам Клода Манеке, оно зарабатывает на торговле нефтью от 600 до 800 миллионов долларов в год. «Один источник макрофинансирования, продолжает он, это обмен между группировками, занимающими определенную географическую территорию. Например, между исламским государством, расположенным в частях Сирии и Ирака, и его соседями, оно продает нефть Иордании и Турции. Можно выявить и схватить за руку людей, которые сознательно покупают и потребляют нефть, продаваемую исламским государством». Министры экономики и финансов выступили за улучшение обмена разведданными о передаче денег этой террористической группировке, пока европейские национальные спецслужбы неохотно делятся своей информацией.